Можно ли меняться созидательно или обязательно через страдания? Как умолить и сбалансировать эго? А вот что такое созидательно, мне интересно? Подразумевается, созидание – это бесстрадание. А тогда разберёмся, что такое страдание. Страдание – это отрыв от того, к чему мы привязаны. Может ли школьник перейти во второй класс и остаться в первом? Закон отрицания – отрицание. Хочешь перейти в этот класс – забудь об этом. И вот это расставание с первым классом – это определённая боль. Было хорошо, было общение, был определённый круг. Сейчас уже кто-то новый придёт, кто-то уйдёт. Развитие – это непрерывное расставание с прошлым. И вот это расставание, поверьте мне, это всегда боль. Всегда. Но есть боль душевная при развитии, а есть боль физическая. И тот, кто не может принять боль душевную, получает боль физическую. Наше право выбирать. Поэтому любые изменения всегда болезненны. Но когда мы ориентируемся на любовь, когда мы понимаем, что развитие – это есть постоянная боль расставания с привязанностью, и обретение божественную – это боль отрыва от человеческого, чем больше мы ориентируемся на любовь, тем сильнее наша боль из физического аспекта переходит в аспект духовный и переносится, когда приоритёт идёт на любви. Почему? Потому что любовь к Богу – это абсолютное единство со всей Вселенной. А Вселенная на тонком плане – это точка. И там нет потерь. Там нет приобретений. Там мы все едины. И когда кто-то умирает из близких, я говорю. Первое. Самое страшное, что вы можете сделать в душе умершего – это сожалеть о том, что он умер, и впадать в депрессию. Этим вы наносите его душе огромный вред. В чём смысл траура? В том, чтобы отрешиться от привязанностей, которые забирают энергию. Энергия нужна душе умершего. Первое. И второе. Если вы будете грустить, то вы её обесточите. Поэтому, с одной стороны, отрешённость от привязок для этого траура, а с другой стороны, ни в коем случае не переживать, не страдать и не сожалеть. Должно быть ровное, спокойное отношение. То есть, эти 40 дней человек должен как бы посвятить себя Богу, отрешившись, с одной стороны, от человеческого и сконцентрировавшись на божественной любви. Вот тогда это самая лучшая помощь душе умершего. А часто люди впадают в крайность. Либо грустит неимоверно, либо говорит, ну помер, ладно, и надо заниматься своими делами. Это как ни один парень говорит, вот тут у нас на Кавказе такие поминки часто производят, что в конце не помнят то ли похороны, то ли свадьбы, тосты где-то похожие становятся. Вот. Ну, оптимизм это тоже хорошо, главное не увлекаться.